Более 4,5 миллиардов тенге выделено на выплаты участникам Великой Отечественной войны к 9 мая. Каждый казахстанский фронтовик в честь 78-й годовщины победы получит не менее полутора миллионов тенге, сообщили в Минтруда и Соцзащиты. По данным ведомства, в республике проживают 222 ветерана. О тех, кто остался на полях сражений, каждый год вспоминает Кожатай Никибаев. Ветеран, принимая поздравления, всегда подчеркивает, важно помнить, какой ценой достался мир. Слово благодарности, пожелания долгих лет жизни. В доме Кожатая Никибаева очередные гости. С годовщиной победы ветераны Великой Отечественной поздравили служащие одной из воинских частей. О службе в мирное время говорить куда легче. Но когда перед тобой участник той страшной войны, диалог плавно перетекает в монолог. Спустя 80 лет дедушка все помнит до деталей. Совсем юными его призвали на фронт из Северного Казахстана. В конце 1942 года пришла повестка. Мне тогда было 17 лет. Потом повезли в Петропавловск. Там было распределение. Нас обучали в военному делу. Затем уже отправили на войну. Служил на Втором Украинском фронте. Участвовал в освобождении Украины. Венгрии, Техословакии, Австрии. Кожатай был среди 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев, ушедших на фронт. Каждый второй из них отдал свою жизнь за победу. Они погибли в бою, скончались от раны, болезни или пропали без вести. Выжившие под залпы огня и разрывы снарядов отчаянно отражали удары противника. Подбадривали командиры. Мол, победа все равно будет за нами. Так и случилось в 45-м. Дошли мы до Австрии и уже в Вене узнали, что все, вот она, долгожданная победа. Сразу не поверили в это. Потом уже были слезы счастья. Жаль, что многие наши боевые товарищи так и не дождались этого дня. Сколько их полегло на тех полях. За боевые заслуги ветеран огражден орденом Великой Отечественной войны второй степени. Медалями за победу над Германией, маршала Жукова и другими. После войны Кожатай Никибаев еще три года служил танкистом. Домой вернулся лишь в 1948-м. Окончил педучилище, проработал учителем. Вместе с супругой вырастил и воспитал 10 детей. Сейчас у ветерана 25 внуков и 28 правнуков. С высоты своего возраста о герое 97 казахстанец заявляет. Нет в жизни ничего важнее мира.